продавайте продавайте меня в интернете жизнь очень быстро меняется переживала что будет очень много хейтеров байконуре квартиры принадлежат государству вы не ра можете привести примеры когда люди стали известными благодаря геом я добрый вечер в эфире телеканал астана же совпад меня зовут динар саджан и сегодня гости нашего эфира дани архизметов и женя джуринская самая известная пара инста пара в казахстане добрый вечер здравствуйте как вы стали инста парой случайным образом на карантине то есть до карантина вы были парой мы были парой но буквально недолго мы начали встречаться как истинная девочка я помню дату с 24 декабря а у меня с февраля смысл еще же рано годовщину справлять 24 декабря 2019 года все верно то есть сначала вы думали что вы будете встречаться и не будете афишировать на же даже она же казахская ментальность как-то стараются все наоборот скрывать личную жизнь все это было мы начали встречаться после он уехал в таиланд я улетела на мальдивы то есть у нас билеты были заведомо заранее куплены и мы месяц не виделись потому что вот мы не смогли пересечься да да мы просто ну все я улетела получается он был в алмате я прилетаю в этот день он улетает и мы не получилось в аэропорту встретиться мы думали может так встретить рада и нет не получилось отношения не настолько были еще крепкие чтобы друг другу летать вот и после мы начали встречаться уже после того как он прилетел дальше мы решили попробовать жить вместе потому что понимали что все очень серьезно и как только мы переехали на квартиру на завтра объявили о карантине не уйдешь там ты уйти уже не сможешь и все и мы стали заложниками карантина но это было лучшее время потому что за это время мы узнали конечно же друг друга ближе и мы понимали что нам очень друг с другом комфортно даже при таких обстоятельствах когда ну никуда ты не можешь выйти и через поле наверно пару месяцев мы приняли решение что нам нужно пожениться вы всего полтора года вместе да то есть это получается весь двадцатый год но по сути это был карантинный год и ну полгода этого года а такое ощущение что вы 10 лет вместе вы и закрощение у меня есть такое ощущение как будто вы были все время в онлайне да у нас год за 10 в семье мы очень быстро растем по всем направлениям я очень сильно пострел если вы посмотрите мою фотографию когда мы только-только первый раз встретили со школы сборки и сейчас это два разных человека абсолютно но я не скажу что я изменился какую-то худшую сторону обороте только к лучшему и этому только рад то есть вы получается начали встречаться и знакомились друг с другом уже в процессе вашей совместной жизни можно сказать так это мини дом 2 в одном из интервью же не а вы сказали что вам было очень сложно найти мужчину мечты были какие-то проблемы еще из детства да вот вы видимо были такой женщины как вот сейчас очень много таких женщин которые берут всю ответственность на себя да вы ожидали что вот ваш мужчина будет скажем из вашей сферы вообще не ожидала я не представляла что я встречу такого мужчину из моей сферы грубо говоря до никого не моя мечта я представляла себе другом я шучу но даника это лучше чем моя мечта на самом деле я даже не думала что так может быть хорошо с человеком я была не проработана как говорят психологи не проработана и моя мечта у мужчине тогда до данияра она не подходила мне то есть я искала не того а когда уже проработалась когда я уже нашла себя когда проработал детские свои страхи и обиды я встретила того мужчину который действительно не подходит и в данный момент я действительно счастлива я действительно прошу прощения за тавтологию нашла того кого искала но уже будучи проработанный закроемся для вас принципиально было взять именно новую новую машину до до вас или даже не для меня скорее всего потому что это была первая машина которая я купил салона и уже там вопрос даже не цены стоял просто хотелось ощутить именно то что ты можешь себе позволить пойти и в салоне купить машину и быть первым хозяин меня сколько времени у вас ушло чтобы заработать новую 70 даже не помню потому что мы же спонтанно ну да где-то так может спонтанно мы не так чтобы так сидим так возьмем наверно 70 давай полгода как нет мы давай возьмем какую машину салона а сейчас у нас есть планы на бизнес нужно взять практичную чтобы не было никаких проблем все пойдем пойдем toyota все давать пойдем здесь вы планировали жить с родителями если бы не встретил дниар да я уже поставила крест на свою личную жизнь да я думала здесь я буду со своей сестре со своими родителями жить все сделала так как я хотела дизайн полностью в смысле я не успела здесь пожить вообще ни одного дня мурзик у вас родители молодые да сколько им лет пятьдесят один пятьдесят два вас семья двое да я первая не сестренка да слушайте это вы получается родителям квартиру купили да и полностью все отремонтировала то есть вы подарили родителям квартиру да что здесь такое ну не каждый ребенок смотрите здесь женя планировал я буду от ее имени здесь она планировал чилить смотреть телевизор заказывали диван пойдемте дальше вот эти плиты это по моему в ремонте было самое самое сложное потому что они цельные у них длина три метра ширина полтора но толщина три миллиметра то есть мы пока эти плиты сюда подняли мы очень много людей искали чтобы их подняли но слава богу сделали единственное что помогали делать ремонт да да но немножко идеями не совсем так вклинился но чего где-то надо прибраться подождите давайте приберемся за давайте с этой спальни начнем вот это это по идее спальня жаней французский подоконник себе подготовила дома вот здесь сидеть книжки читать чай пить мечтать до принца там вот мечтать в нем смотреться на горы эти фигурки одинаково женили вы с родителями тоже я жил с родителями да но вот предыдущих отношениях я тоже отдельно родители родители благословили меня я просто сказал что я понимал что я в какой-то момент тогда еще очень много лет назад стою на месте и мне хочется вот сейчас по моей деятельности посмотреть постоянно что-то новое который ты ничего не знаешь и хотелось почувствовать вкус жизни каково это как стать более самостоятельным потому что они вышли от родителей так 20 блин 26 27 лет по моему так то есть вы считаете что мужчина не может быть самостоятельным пока он живет почему-то у меня была в голове такая установка потому что я читал я жгу у меня было хорошее детство я не бедствовал мы не голодали мне не сводил концы с концами то есть нормальное было детство я начинал прокачивать себя вот мурзик знает читал книги успешных людей и очень много там успешно теку выстрелил они именно выживали им было сложно они пытались что-то найти вот папа кстати дома давайте 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 доняра в какой момент вы приняли решение делать гивы потому что гивы особенно во время карантина да когда все сидели дома есть возможность там набрать аудиторию вам поделиться аудитории когда у вас возникла идея монетизировать все это но смотрите как мы уже рассказывали мы начали жить именно тогда когда начался локдаун все закрыли выходить нельзя везде были сокращения я параллельно еще работал футбольном клубе кайрат я снимал на youtube дневники кайратов а жизнь в футбольном клубе то есть там тоже сокрытили футбол тоже остановился футбола нет ведущий мероприятий нет а кормить нужно я же говорю не моя мечта вот здесь извините запросы не так что ну вот хлеб и сахар из достаточно здесь там не такие запросы там намного выше раз в сто наверное я понимал что нужно что-то делать потому что этот человек в первую очередь где-то когда мы еще вот встретились уже об этом говорил глубине души я уже понимал что да действительно это тот человек с кем я хочу прожить всю свою жизнь и тогда я уже понимал что нельзя мне сейчас расслабляться что-то терять и говорить извини что-то у меня нет у меня такого уже не было я знал что нужно идти до конца нужно идти вперед нужно что-то придумывать и я думаю чтобы придумать и как вот пожалуйста человек который рядом сидит который очень много лет в инстаграме понимает всего философию как там зарабатывать как он работает а я уже знал что они гивы идут была девушка организаторе она ну попробуй ты игру как я это вообще та сфера которая вообще ничего не знаю самое главное я вижу что там можно заработать деньги и у тебя все получается я но давайте для зрителей сразу обозначим гибы это не так что-то мошенничество мы там берем там деньги с людей потому что все уже знают как раз таки знаете нет очень многие люди но немногие ладно пишут тип ними лохотрон мошенники зачем вы так обманываете знаете почему потому что это были случаи но там были отцом янаром айдаром да когда оказалось что эти призы не существуют да но у вас на все существует у меня даниара записано даниар гивы то есть я сама периодически клиент даниара потому что я сама знаю что гиги вы это то есть мне нужна условно ваша аудитория я вам плачу вы делаете какой-то интересный контент розыгрышей и ваша аудитория но это абсолютно нормально как покупать рекламу на телевидении да сейчас эпоха социальных сетей и вот на сегодняшний день как бы это печально не звучало не обязательно строить фабрики заводы даже открывать ресторан не нужно чтобы зарабатывать миллион в месяц до достаточно инстаграм и мозг да этот мозг есть у даниара конечно и жилка коммерческая это и ответственность я хочу сказать ни разу меня не подводил еще скидки делает кстати обращайтесь спасибо да и вот благодаря этим гивом то что я вот пошел в это направление мы прожили весь карантин но я думаю не то что мы бы прожили так что сводили с концы с концами мы жили хорошо очень хорошо очень хорошо потому что у нас и бизнес параллельно тоже мы думали уже планировали до после выхода из карантина и все было сделано на деньги куда направляете деньги которые вот вы зарабатываете то есть то что вы зарабатываете в онлайне недвижимость и сейчас даниар открывает турфирму соответственно да в моем случае я готовлю один проект пока не могу об этом говорить вот мои деньги уходят на моем рассказал я тоже вдруг не хотел подождите но я думаю что эфир уже будет к тому времени мы на следующей неделе открываются да действительно открываем турфирму месяц работали мы над этим проектом было проходили обучение готовил кадры сотрудники делился опытом узнавал всю сферу и сейчас на следующей неделе мы уже готовы открываться но в принципе мы уже открылись можно сказать но у вас какое-то неожиданное направление все турфирмы сейчас закрываются вы ну сейчас там до сих пор локдаун до сих пор закрыты 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 границы а вы наоборот хотите открыть турфирму бизнес который рождается во время кризиса всегда имеет успех поэтому если вы все-таки рассчитываете на свою известность но это само собой но смотри любой бизнес мне кажется сейчас да опирается только на рекламу да но я поизучал этот рынок и на самом деле дело там именно в обслуживании и очень мало профессионалов это до турфирм очень много но профессионалов единицы и мы сделали создал такую команду профессионалов которые будут готовы работать с любым клиентом а в чем ваша фишка в чем отличие от миллионов турфирм нашей стране самое первое как я сказал это сервис уровень сервиса у нас не будут дешевых туров чтобы летали там по мега скидкам потому что у турфирмы есть определенная маржа она не такая большая как у туроператор сразу разделе туроператор это те люди которые создают тур и покупает арендует самолет договариваться с гостиницей но они не имеют права продавать туры физическим лицам турфирма это просто между туроператором и физическим лицом который управляет и все так что на сервис мы будем вот сервис номер один как будет называться да не архизметов не лила тур почему лила знаете вот такие названия приходят очень какие идею открыть турфирму очень странно на самом деле очень много турагентств и мы смотрели название коктейли гостиниц отдых пляж на всех языках мира на английском на испанском все занято и почему-то мне в голову пришел мультик такой из детства лила истич там была девочка белая гавайская девочка не там тусили очень веселый ну пусть будет лила тур вбиваю название нет ни одного ни одной турфирмы по миру и звучит очень просто и легко женя а для вас было принципиально перевести родители из байконура очень принципиально и очень важно потому что я из байконура и соответственно вся моя тоже семья от оттуда и байконуре квартиры принадлежат государству то есть ты пока там прописан эта квартира твоя по факту получается не у меня не у моей семьи никогда не было крыши над головой и это была такая голубая мечта взять квартиру и как вы поняли я все люблю самые лучшие я хотела прям на альфараби в самом крутом районе для родителей сколько лет вы собирали деньги я думал что я плохо зарабатываю начнем с этого я не сильно оказывается было смотивировано и кажется были стереотипы и установки что квартира это голубая мечта что никому мало кому дается эта мечта в один прекрасный день я проходила пешком мимо би-групп офиса забежала туда так просто посмотреть никаких накоплений нет то есть мы там скопили ну условно где-то 8 9 миллионов ну там за короткое время смысле просто на счету эти деньги были я забежала в но вы же знаете как там менеджеры работы они же предлагаются самое лучшее сначала предложили этот дом он только строился показали план и все и все здесь все было как в тумане я не понимала что происходит я родители перевезла уже байконур я им снимала квартиру полностью конечно же помогала стрелку уже у меня было то есть я вот прям кочевала вместе с ними и начала копить и думаю наверное лет 20 нужно будет скопить для своей квартиры я же говорю вот эти стереотипы и установки до что квартира это что-то из разряда фантастики это было и у меня это было все я влюбляюсь в квартиру мне показывает план я говорю сколько она стоит столько-то столько-то сколько тогда с котлована 58 миллионов а сколько здесь квадратов 105 105 до но она сейчас дороже конечно много и а у меня 8 миллионов но первоначальный взнос 1 даже на первую началку не хватило мне сказали минимум 30 процентов привести и мы даем срок ладно хорошо две недели сказать максимум обычно мы даем недели у вас есть 8 миллионов вам нужно 20 мне нужно было тогда в общем в общем вас в общем вас но вам нужно было 12 миллионов где-то заработать найти ага и чтобы сделать тогда бенера еще нет нет никого вообще в смысле мне не было долгое время никого и привыкла говорю же я поставила крест на свою личную жизнь все я пашу я работаю и все вот хочу квартиру я подписываю договор с ними оставляю 500 по моему тысяч тенге бронирует и квартиру и говорю я принесу я не знаю как я это сделаю но я это сделаю и я не знаю как я это сделала бы я это сделала я не спала я не ела я я была а что это было это было много рекламы это было очень много рекламы очень много рекламы я обзвонила всем всем знакомым приятелям менеджерам директорам продюсером продавайте продавайте меня но смысле не меня мою рекламу все берите там скидки берем все да я говорю я за любые съемки я сейчас вообще мне просто нужно закрываться жалко не было гоня рада в тот момент ну ему было бы конечно в 30 раз хуже это было мое это была моя война мое испытание сейчас тоже ему не просто но молодец справляется самое страшное и самое наверное ой такое откровение мы поехали в банк мы отдали все деньги которые у меня были и у меня осталось 1000 тенге и все на такси домой обратно я не знаю как завтра жить причем это было так мне сестренка она как мой наверное серый кардинал которую она младше меня на 6 лет но она очень мной управляет то есть она может на меня сильно повлиять как она говорит и точно так делаю и она не сказала то тех у тебя все получится ты не переживай я уже с тобой много лет живу ты из таких дыр уже вылазил мы жили в общаге я жила в общаге я жила и на съемных квартирах я ее в школу пыталась без документов столько всего было настолько всего прошла вместе со мной она знает мой характер знает меня прекрасно все у тебя изи изи получится давай берем квартиру только через полгода нам не призналась что у нее коленки дрожали что у нее все у нее был страх у нее была бессонница она переживала за меня самый дорогой рекламный пост в инстаграм в мире оказывается у крещану роналду у него стоит пост 1 миллион 600 тысяч долларов один пост ариана гранде полтора миллиона сколько стоит пост у вас у меня так же как у них только в тенге пост или серия stories ну и пост отдельные серия stories тоже разные услуги конечно да все как есть говорят или вы врете нет алишер или кайф сказал два с половиной миллиона да да нет у меня таких цен нет у меня у меня доступные цены пишите мне в дайры пост на моей странице в зависимости во первых от бренда от компании на какой срок от этого всего мы отталкиваемся пост руки в среднем миллион наверное будет серия stories 400 500 тысяч деньги это пока но каждый день моя статистика из цена соответственно то есть после свадьбы будет дороже во время свадьбы вообще бежит у нее статистика но намного выше чем моя понятно что у нее есть уже какой-то бэкграунд за который людей следят за ней а я только в этом году по появился но у меня цены такие же да я просто вот я говорю у меня не было стремления зарабатывать на инстаграм почему сцены такие же можно узнать все-таки женя снималась кино пела песни колесила по казахстану не я не могу быть дешевле чем моя жена может быть где-то и так но с другой стороны я жгура я прям не гонюсь за то чтобы заполнить свою ленту это полностью рекламой если те кто кому интересно и кто хочет чтобы я как личность про рекламировал его бренд он найдет любые деньги поэтому интересно снимать рекламу джиня вам нравится я обычно или это такой вот прям груз нет такого нету я вообще я очень себя люблю я себя никогда не заставляю если мне хочется отдохнуть неважно война вот что происходит я пойду отдохну хочу есть я пошла поела реклама окей отсняла если нравится реклама нравится продукт я сделаю эту рекламу не нравится я откажусь у меня в принципе все нормально с финансами то есть я вообще очень на латье в этой жизни живу если не гружу ну рядом с вами мужчина такой настоящий коммерсант да у меня явилась ним дело и мне нравится я обожаю таких людей четких до четко сказали четко сделай я просто сама такая и мне нравится когда но все договоренности сервис сервис нет просто есть такие которые да да конечно конечно а потом просто исчезает и ты такая где мои деньги где мой раскрутка там ничего нет часто такое бывает и когда ты встречаешься с такими людьми конечно ты понимаешь что ну как бы я рынок очень хорошо знаю но чтобы вы понимали помнишь был такой момент на самом деле реклама на странице жени до того как мы встретились бы стоило дешевле и я игру ну почему почему ну нет у тебя вот я тоже начал смотреть статистики когда вот как раз во время карантина соцсети в разну нет дороже дороже вот подняла цены а рекламы меньше не стала то есть меньше не забыл столько же сколько было раньше столько же вам просто платят больше 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 да и возвращаясь а в это время люди думали что конечно же я только я не жженая путешествует по миру наверняка не одна наверняка не одна но благо есть со мной рядом мои друзья которые тоже слава богу меня у вас не было никогда также тоже такое стереотипное мышление что красивая девушка но не могла мы заработать на квартиру это же все так думаю да я думал так это что думал не секрет потому что но просто вот условно говоря мало кто видит что происходит за кулисами и люди не зная правды просто додумывает что-то что им легче думалось бы чтобы они успокоили себя и я тогда но я-то у меня были такие мысли но потом когда мы вот познакомились начали жить я же в принципе наблюдал весь процесс как приходят деньги и я понял что ну если честно у меня тоже было я не так много зарабатывал было там полтора-два минуте не в месяц а что да а что можно в неделю и просто за рекламу в день так зарабатывать а за месяц это за 10 миллионов и для меня вот тогда все для меня перевернулась то есть ну что все стереотипы это реально просто от незнания как можно и здесь нет моей головой закрыли да и я знаю я ж говорю по мнению многих подписчиков я до сих пор альфонс который альфонс 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 альфонси давно да вы же вели мероприятие сушки мы знаем что турсунберг хабатов зарабатывает за одно мероприятие 15 тысяч долларов это не секрет то есть тамада на сегодняшний заработал сейчас понятно пандемии раньше зарабатывал хорошие деньги да да но я даже не знаю как это писать я же говорю люди чтобы потешить свое спокойствие могут придумать хоть что и если им легче так думать я уже в какой-то момент меня это в начале очень сильно цепляла потому что я был да я был да где-то публичной личностью но не в таких широких кругах и сейчас когда это все выросло и вот это вот работа с хейтерами которые раньше в принципе не было мне были хейтеры но это дети были и например понимать там не надо спорить а здесь уже вот так и взрослые этот лет это был такой период который мне нужно было пройти я сначала отвечал я помню что это же отвечал огрызался но потом я в этом он понял что это все еще хуже потом оборачивается а так а таких хейтеров я думаю что много но если брать целое количество то это вот из тысячи человек двое будут но почему я должен этих двоих обращать все свое внимание отдавать все свое настроение когда на самом деле это не так и потом я говорю да все я пусть буду альфонсом окей я альфонс но на самом деле я знаю что это не так и все люди которые окружают знаю что это не так и я думаю уже не не такая глупая девушка чтобы если ты не будешь зарабатывать если ты не будешь подниматься но ссоре нет то есть я не готова к тому чтобы еще содержать мужчину помогать ему я к этому не готова я буду тебя поддерживать мотивировать советовать но финансово как-то или же там сейчас же карантин сейчас успокоить нет сразу рублю от с корня вы знаете инстаграм вы живете в этом инстаграм зарабатывать с помощью инстаграм мне интересно все таки знаете тренды тенденции инстаграм все-таки теряет свои позиции и можно сказать что там тик ток набирает позиции вообще какое будущее у инстаграма я думаю что в данный момент никак не теряет свои позиции это во первых потому что если сравнивать аудиторию тик ток и инстаграм это конечно совсем разные люди сидят до возрастного возраста очень сильно отличаются это во первых во вторых инстаграм очень умные приложения очень умные люди там сидят так как перенимают все самое самое как будет правильно популярное лучшее из других приложений да это тот же самый формат тик тока вот сейчас создали функцию в инстаграм как у нас творилось рюс до stories и где же это было stories и сначала же было по моему в прямые эфиры были помните в перископе в принципе он никогда не потерять свою актуальность если они также будут постоянно делать а да не ваша надежда случайно есть такой момент конечно же есть и сейчас не дай бог отобрать мой инстаграм я прям присядно их прям присядно вы почему уже же но вот это как раз таки один из тех моментов когда вот мы сначала на карантин все ушли в онлайн потом действительно где-то тоже задавали такой вопрос а если вот нет инстаграма что в принципе невозможно мы понимаем что 99 процентов это невозможно что такое случится но вот нет чем вы будете зарабатывать конечно есть навыки ведения мероприятий каких-то таких но хотелось бы построить бизнес меняра можете привести примеры когда люди стали известными благодаря гиом я скорее всего это я за других я году вас было вот до гивов аудитория тысяч семь о а сейчас сколько 700 чем-то о как круто за полтора года да то есть это все благодаря гиом конечно было подписки отписки на понимал что нужно делать какой-то это просто у нас все так совпало вот мы контент делаем и гиу 7000 полтора года назад сейчас 700 и дани архизметов и дани архизметов слушайте у которой я беру интервью да вот представьте а вы говорите его это плохо но потому что возможно тогда и у меня и было вы единственный кто в казахстане занимается этим последовательно системно и вы постоянно вас там как эта группа в которую вы меня тоже в рекламы скоро гиф свадебный сколько кстати будет стоит свадебный гиф кстати свадебный гиф это не наша была идея но только что зародилась тому это хорошо обязательно сделаем все зависит от количество гарантированных подписчиков и как раз таки на тот момент гивы в интернете жизнь очень быстро меняется каждый раз что-то актуальная тема живут три дня и нужно все это адаптироваться нужно за этим следить поэтому план на два-три месяца вперед поставить это будет неправильно потому что ближе к этой дате все равно все поменяется это будет осень и как только осень наступит ближе дать и тогда мы решим сколько будет стоить я можно посмотреть вашу статистику можно кажется мне кажется что вы сами и на самом деле все прекрасно понимаете что ближе к сентябрю у вас статистика будет но зашкаливать да я помню статистику у бояр когда у нее дочь выходила замуж это нереально было в день помп там то ли 30 миллионов просмотров нереально мероприятие да то ну представьте смотрят все и не только казахстанского но вы же это понимаете и на самом деле вот мы это все понимаем но мы не очень где-то профессионально ко всему к этому относимся и это опыт и за сушки но это круто последние 14 дней двести двадцать одна тысяча просмотры stories это очень круто у меня в среднем 70-90 у меня нет пары если у меня появится пара может быть если будет так давайте посмотрим так это у нас истории до публикации давайте посмотрим друзья так это последний год а мы посмотрим если последний год то предложение 2 миллиона просмотров но это еще по охватом там еще больше да существенно это круто так но мы вот если смотрим по публикациям если говорить за год то вы же понимаете да что везде только с данником да то есть вы сами почувствовали что как только вашей жизни появился даниар то есть вы стали у вас появилась половинка что вы стали еще интереснее да я все понимаю потому что я одна же все равно надоедаю моему инстаграму 8 около восьми лет и само собой я одна просто надоем со мной ничего не происходит интересного только временами съемки и все а тут у меня парень а потом он сделал предложение а потом я живу стену смысле уже свадьбы там скоро назревает это же интересно и соответственно я сейчас на хайпе заказывать рекламу я брала интервью у данный его данный рассказывал о том что она сама сначала заказывал рекламу у известных людей лучше сама страны известно то есть у них тоже как-то все органично получилось до межан искал себе актрису который будет играть роль жены и данского даже предлагал вас не знаю даже я не знаю внутренних этих разговоров просто мы давно дружим но данка наш сама по себе очень харизматичная на очень умная на очень у меня такая яркая девочка и она должна была стрельнуть знаете и многим пример мамочкам я очень ее люблю очень восхищаюсь сколько лет вы дружите так лет семь где-то наверное около семи лет я не помню но я помню что нас миром познакомил мы снимались в озерах с айкой межан один из сценаристов тогда думаю вы сами знаете что это был долгий проект и в один из прекрасных дней миржан говорит я хочу тебя познакомить со своей женой я чувствую что вы снюхаетесь он действительно нас познакомил из того дня мы не прощались ауды не арбам каково было оказаться скажем у них то там уже сложившийся коллектив нормально сразу да потому что с этим же язык да мы пересекались с этими людьми во многих я где вел мероприятия там игры везли приглашали на свои проект который мы на youtube снимали и в принципе мы все всегда часто пересекались и сейчас все было очень просто а насколько но мне как влится в эту компанию было легко потому что там легко и приняли то есть мы бы все на одной волне просто мы раньше двигались по разному но не вместе а сейчас и хотя по возрасту вы же моложе он новый лев сейчас новый лев один мир раз нами ходил да а сейчас мир он уже где-то подустает там где-то спит уже а мы дальше тусим новый лев кстати да она сказала очень хорошую фразу что надо выбирать мужа вот из квн и с чувством юмора обязательно прислушивались советовались данной знаете как получилось вообще мы с ним так скажем ближе стали знакомы потому что мои девочки не вышли в этот день гулять а я им вот вот просто вот психанула и сказала если вы не выйдете я сейчас вот на зло вам пойду на свидание они еще более вы заигнорировали меня и мне пришлось выйти на свидание и все с этого дня у нас понеслось мы снимали stories и миржан подумал что у нас просто проект совместный а когда они узнали что мы вот начали встречаться у всех был шок у всех никто не мог представить нас вместе почему а сейчас вот вы как одно целое сейчас данный возраст возрастные какие-то разница же разница не 20 сейчас тоже в тренде я заметил последним новостям кроме мир жанна и дано у всех наших девочек мужья чуть моложе вот насколько моложе полтора года а вот вы уже когда знакомишь жене вы же знали что это известная актриса прошлом певица достаточно известный человек у вас какие планы были чтобы вы понимали я кроме фильм я пышка ничего с ней не видел я не знал я знал что есть сериал в озере но я не знал что она там играет допустим есть очень много я вообще это как будто вот я куда не видел и как вы познакомились как на съемка как это интересно через instagram да но написал он не написал но я вот девочкам говорю если вы не выйдете сейчас я выйду вот к даньяру и пойду смотреть фильм она у него просто в инстаграме опросник просто задавайте вопросы я что-то сижу так ну дай-ка вот попробую ну не знаю но я в себе уверен мне тяжело отказать пойдем в кино пойдем в кино за задаю вопрос и она закидывает фотку скромную тоже с рекламного кутором и как пойдем я такой да ты чё да не может быть и групп и сразу дарик привет как дела там там потом да вы можешь скинуть пожалуйста свой номер она скидывает я его вбивай и смотрю мне номер записан потому что у нас был проект ютубовский куда мы хотели пригласить но она ну то есть мы очень часто пересекались но я не помню именно эти моменты когда он пересекается девушка вообще было а он такой знаете бывает прям мужчина верный-приверный ни на кого не посмотрит вот такой вот подойдет девушка в процессе так сказать когда вы писали до этого да конечно не во время это все было для нее хочу подкрыть я к ней уйду как ты считаешь да ты ходишь ты думаешь надо как ну да мы все я пошел туда шли ушел да мы уже на тот период я уже не встречался но тогда когда вот по ее рассказам она меня заметила тогда я был в отношениях в общем есть же предыстория всему этому он вел мисс алматы в каком году 2017 я два года вел 2017-2018 и вот в семнадцатом а я была в жюри смотрю симпатичный парень хорошенький прям вот мне нравится все сижу планы на него строю так трое детей выйду за него замуж все отлично мне подходит и тут девочка блондинка подходит я понимаю что они в отношениях все я расстроенная ушла в себя в печаль на три секунды познакомилась другим парнем и все и через три года то есть у меня тоже табу как бы мужчина не свободен я на него естественно не смотрю он тоже такой оказался верный-приверный на меня не пути ваши разошли мы разошлись да и через три года вот он расстается с ней через месяц пишет мне а я вот принципиально своим девочкам говорю что вот не выйдете все я в кино а как сделать так чтобы контент был интересным чтобы на твою страницу 200 тысяч человек в твои истории смотрели сели за трендами это в первую очередь во вторую очередь находить свою изюминку в себе то есть и показывать естественно это своей своей аудитории приходите женя иногда играть для того чтобы ну где-то утрировать для того чтобы быть еще интереснее если только войнах так нет я же уже говорила изначально мою позицию я в принципе наверное меня моя аудитория любит за это я такая какая я есть и рубрика которая сейчас вот всеми любима не готовьте же нее она у меня зародилась не газете же не случайно потому что я хотела как все блогеры готовить там показывать делать контент на этом но что-то пошло не так и я пыталась смонтировать у меня ничего не получилось и и да у меня не получилось залью как есть переживала что будет очень много хейтеров нет все поддержали все вспомнили себя в молодости там ой много очень много было отзывов даже вот мужчины смотрят эту рубрику обожают ее там всего семь серий мне просят постоянно приготовить что-нибудь приготовить а я просто снимаю реально в режиме онлайн как я реально снимаю готовлю самое страшное в этой рубрике что очень многие смеются просят ее приготовить но ни один человек не думает обо мне ждет ужин сидит так вот так вот сейчас приготовить заказ на мастерские просто всегда угадываю хозяйка она хорошая да я жгу я никогда не дома чисто всегда да просто я сам но она умеет там стиральную машину включаем или слосить полы помыть все она даже готовить умеет но просто она давно не готовила и поэтому у них уж да я лет десять вообще не готовил ничего не делая раб я пахарь я могу кружи я зарабатывать могу миллионы там за неделю но были готовка это не моё по дому нет я найму бригаду работников вот всех говорится или могу договориться но нет донера какое качество больше всего вы любите и цените в жене открытость и честность наверно несмотря на то что вы очень эмоциональные люди молодые у вас любовь да но вы так как-то очень хладнокровно разумно относится к своей свадьбе то есть вы этот момент оттягиваете монетизируете будет свадебные ги фотосессии здесь опять-таки знаете не специально но мне кажется что вы как-то все равно вот этот момент растягивает так случайно получается что мы контент-мейкеры получается мы не на самом деле у нас уже три раза должна была быть свадьба первый раз когда мы запланировали стукнул жесткий локдаун все и мы такие чего он делать ну не знаю давай купим квартиру стамбуле квартиру стамбуле купили потом все опять вроде все утихает все мы готовы к свадьбе справлять собираем опять список садимся опять карантин чё будем делать ну давай виллу купим в бодруми купил их купили виллу в бодруми олигархи у нас в студии виллу мы купили вот с друзьями подружек скинулись а и купили одну виллу будете делить ее пополам да и вот третий раз было мы уже думали давай все уже все готово в принципе мы готовы потом опять что-то не получилось опять локдаун опять начали вакцинации всех этот и ну ладно давай машину возьмем все машину взять и сейчас вот уже четвертый раз все мы примерно не получится завтра что в путешествие уедете на эти деньги нет путешествия не вряд ли да просто хочется сколько человек будет на свадьбе с байконура приедут жарки ангелин мой бой всех вот всех всех родственников хотим убрать и свадьбу мы хотим чтобы были только родители наши друзья у нас список ну представляете нас вот не сокращается 120 человек вот и все мы пытались и так свадьба будет в онлайне не знаю мы еще не знаете блин я не знаю мы такие без ответственного очень много идей было да мы вот вот только занимаемся свадьбой давай эту фирму открою а я хочу это открыть давай потом да потом свадьба окей окей и и каждый раз мы начинаем и все и забрасываем ни разу мы не довели до ума мы составили вот единственный список если народ ждет мы все ждем но когда же вы пожените когда же вы уже погуляли на свадьбе у своей подруги сами да уже столько людей женилось за это время уже дети рождаются вы все оттягиваете и оттягиваете в сентябре вот сентябре но мы сядем скоро да и пропишем сценарий как это будет происходить то есть у вас уже есть точная дата нет даты нет мы только вчера определились с месяц потому что банк сказал так быстрее определять как вы думаете на чем держится вот ваш семейный союз на осознанности на полном взаимопонимании вот с добро во всех отношениях мы умеем разговаривать друг с другом это очень важно мы умеем слышать и слушать друг друга мы разговариваем а конфликт у вас бывают с ним невозможно поругать спорные моменты бывают почему невозможно я не стерю он характер она у меня и начинает тискать там шутить и пока я вот не раскалюсь и все с ним вообще просто невозможно я запираюсь типа плачу я же женщина хочу драматизировать я полиция открывает и все на этом у нас так какого не было ни разу дня откуда это это же такая мужская мудрость вот пришла как-то неожиданно вместе со мной но пришло скорее всего вот вместе я потому что раньше таким не было я просто понимаю что действительно большинство таких бытовых проблем они вот от скуки от скуки когда человек хочет внимание и вот сейчас если мы начнем собачься на что-то скажет я его ответ она еще громче еще но это не отношение это уже не взаимоуважение потому что я просто когда она что-то пытается не сказать я понимаю что она хочет и когда она скандалит она не говорит что условно говоря бросил носки ей не нравится то что я не бросаю носки и просто не хватает внимания потому что я сейчас полностью в работе и она за это цепляется и да я сколько вам лет мне 29 будет а по уму 53 такое ощущение что вы такой психолог да то есть откуда это знаешь первый же день его отправила на трансформационные игры какой-то идеальный муж так прокачайся вот тебе номер телефона за и зайди не ну так вот замечать то что там если жена говорит про носки что и просто не хватает внимания но это не очень чувствует но я честно признаюсь не всегда стопроцентно попадая то есть иногда бывает что ты настолько в мыслях что ты не обращаешь но и она понимает что когда я занятые не хватает внимания и она старается вот этих вещей не делать одно из самых главных наверное принципов нашей жизни не только в семье но и вообще везде что если существует какая-то проблема самое главное это они поговорить в этом нет ничего страшного не ругаться не орать и так что допустим я что-то сделал не так она заметила обиделась и потом из-под тишка что там чем-то мне мстит вот так то есть нет она сразу увидела что и что-то это сразу подошла мне сказала мы спокойно сели поговорили и решили этот вопрос выяснил кто виноват из них все вот за счет этого создается идея это да это основа поэтому если многие люди все в семье в первую очередь и будут слышать и слушать друг друга не так что ой все потом ой все заткнись ой не говори ой не сейчас если у человека проблема у того человека с кем ты выбрал строить семью проблема почему ты его отгоняешь наоборот вот мы из-за этого вот вы говорили частые разводы частые разводы вот из-за этого же многие недопонимает не договаривают начинают кричать самое главное что разговор о проблеме должен быть не на эмоциях не с на повышенных тонах спокойно если вы чувствуете что повышается тон чуть-чуть возьмите паузу и потом договорите и самое главное нам тоже это недавно сказали что перед тем как вы садитесь разговаривать о проблеме покушать потому что когда голодный человек злой человек выйдите не решите поешься до голодным это убивать покушайте и потом уже спокойно женя а вы за что любите больше всего меня же видите какой мудрый я не знаю в какой-то момент таким мудрый я могу о нем если честно очень долго много говорить но самое главное его качество порядочность он порядочный ну он честный он воспитанный знаете можно я эту историю расскажу как ты меня покорил до раскрыт но я просто не знаю много раз покорял я каждый день покоряю свободный был до меня там денег немного а тут я у него появляюсь там понятно аппетит хороший и чтобы просто как он мне сказал чтобы твой период он не рассчитывал что я с ним останусь на всю жизнь чтобы твой этот период жизни был красивый я взял этот кредит на себя он взял 2 миллиона тенге или сколько там да но при том что уже до этого я на протяжении месяца уже 3 миллиона потратил еду надо держать планку давайте алё банк давайте мне еще чуть-чуть денег да то есть он по уши чтобы просто мой период жизни был красивый женя что вы так много едите или нет но он же цветы требуете по утрам я ничего не требую я вот я ничего не требовала изначально его позиция была такая ты такая девушка я хочу что в твоей жизни все было красиво я как мужчина обязан вот и жесток ну такая же со статусом чтобы у тебя в жизни было так как ты достойна этого а не так что я тебя перед фактом ставлю извините у меня нет денег на это нет ты к этому привыкла это я должен стараться они тебя снижать до этого уровня кстати это очень важно да вот это круто и он даже еще уважение к ее труду брюсу при этом самое смешное что ничего с ее участием не смотрел вот надо посмотреть она не дает при себе смотреть почему но вы знаете что она известна да когда вы официально поженились вот мне интересно генерал на кого вы так скажем подглядывали за кем за чьими отношениями наблюдали чтобы вот завтра скажем не допустить каких-то конфликтов промахов ну часто бывает что люди только поженились на статистика разводов до печальная там до года никто не доживает я за своими наверно скорее всего потому что у меня нету такого я я живу у меня мы похожи с ней в этом что вот мы не смотрим на кого-то так и я не учусь на чужих ошибках в этом моя беда в этом моя беда вот мне говорят вот посмотри здесь же было вот так это пока не надо делать откуда понятно и все равно пойду сделаю обожгусь ты панда вы были правой они вы же тебе говорили ну да просто я я хочу свою жизнь как-то вот эти все моменты они мне легче воспринимается когда я сам проживаю никогда на кого-то смотрю запоминаю а когда сам проживает но это наверно тоже было до определенного возраста сейчас я стараюсь конечно наблюдать за многими отношениями потому что у меня есть человек с которым у нас тотальное взаимопонимание и вот с ним и иногда сидим и обсуждаем тоже какие-то отношения что происходило как происходило почему возникает конфликт то есть мы рассматриваем ситуацию с двух сторон потому что на в конфликте не может быть одной виновной стороны всегда обе стороны виноваты и самое важное чтобы они нашли компромисс поняли свою вину и сглазить мы анализируем честно сказать мы анализируем достаточно времени до еще анализировать мы как будто еще не видимся до 6 утра же болтаем вместе вот 24 на 7 мы еще так слушаем как ты думаешь а если душа умрет душа не может умереть даньяр женя спасибо вам большое за очень интересное интервью я думаю многие сегодня просто вдохновились вашим примером и я вот тоже увидела одно единое целое настоящее такое сердечко но мы все будем ждать вашу свадьбу спасибо же здесь у нас учиться в этом году а а а